Вопрос очень интересный. По итогу, после того, как мы определим правильный ответ, будет дополнительный вопрос. Поможет заработать полы. Какое количество заводов по переработке батареек существует в России на данный момент времени? Вопрос не только интересный, но и крайне важный. Чем больше людей знает о существовании мест для переработки батареек, тем меньше их окажется на свалке, а значит снизится воздействие на окружающую среду. Сегодня о том, где перерабатывают использованные аккумуляторы, узнали и участники экологической викторины. Нет, это не Новосибирск. Города очень известные. Вы все о них слышали. Команда номер два. Молодец, Санкт-Петербург. Для чего необходим раздельный сбор отходов, чем опасен углекислый газ и как повторно можно использовать макулатуру? Сегодня об этом детям подробно рассказала ведущий инженер экологической службы Нижнекамской нефтехима Ландыш Халикова. Сибур уделяет огромное внимание работе с подрастающим поколением, потому что это те ребята, то есть то поколение, которое поможет нам восстановить, сохранить окружающую среду. Мы рассказываем им о самых простых правилах, которые помогут им в этом деле. Я считаю, это очень важно и нельзя на этом останавливаться. Нужно увеличивать все-таки охваты, так сказать, и больше школ задействовать, рассказывать об этом. Мероприятие проходило в формате викторины. Каждый правильный ответ приносил школьникам баллы в копилку для победы. Всего принимало участие пять команд. Все учащиеся шестых классов. Мне понравилось сегодняшнее мероприятие, были интересные викторины, побольше узнали о экологии и то, что самому подумать нужно было. Какие вопросы вообще звучали, может какие-то сложные были, на которые не сразу, да, неоднозначно можно было? Не сразу мы нашли ответ на вопрос, что вообще объединяет толстовку, подушку и бутылку. Там нужно было подумать, да и все, большой, очень сложных вопросов не было. Мне очень понравилось то, что Нижнекамск и Нефтехим приехали в нашу школу и сделали такое мероприятие для нас. Я больше поняла то, что надо заботиться о нашей экологии. В завершении эко-урока специалисты Нижнекамска и Нефтехима подарили детям на память ежедневники с памятками о защите окружающей среды. А команда «Победитель» получила также популярное издание, рассказывающее об увлекательном мире химических процессов. Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Рафаэль Ракипов, Новости НТР.